Без шиитаки трудно представить блюда азиатской кухни. Японские овощеводы уже многие годы выращивают эти деликатесные грибы в теплицах. Круглый год. Однако губернатора Олега Кожемяка прежде всего интересовали тепличные комплексы и опыт соседей, который пригодился бы для развития овощеводства закрытого грунта в Сахалинской области. Это специально для тех зон, где много снега попадает. Теплицы в хозяйстве Кинокуса Кен выдерживают не только обильный снегопад, но и сильные ветры, обычные как для Хоккайдо, так и для Сахалина и Курил. Лёгкие каркасы выполнены из стальных труб, а сами теплицы покрыты двумя слоями уникальной плёнки, обладают высокой прочностью и морозоустойчивостью. В жаркую погоду убирается внешний теплоизолирующий слой, а второй – защищает растения от насекомых-вредителей. Вот это мы можем сами делать. С тем, чтобы доступность по свежей зелени могла обеспечить и северные районы, и центральные районы, в том числе и Курилы. Поэтому этот проект для нас интересен. И безусловно, с условием того, что конструктив, металлическую часть мы могли бы делать сами из российского металла. Губернатор обсудил вопрос о налаживании производства в Сахалинской области с президентом компании, выпускающей современные теплицы. В прошлом году Косиура Пайп поставила две конструкции в качестве опытных образцов двум островным сельхозпредприятиям. В изначальном этапе, может быть, и для частных подворья, мы начнем сопровождать это совхозом тепличным, где есть всё-таки технологи, где есть специалисты, где мы в состоянии взять большое количество, соответственно, выиграть в цене, поставить их, отработать эту технологию. Область намерена закупить уникальную плёнку у соседей, а также станки для производства металлоконструкций. В будущем современные теплицы по японской технологии могут приобрести не только крупные совхозы, но и небольшие фермерские хозяйства, а также огородники-любители.